В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Опёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О технике, людях и тоннах убранного снега. Кто и как чистит улицы города зимой? Преступление и наказание. Начальник Саровского УВД подвёл итоги работы за прошлый год. Театральный марафон профессии. Во Дворце детского творчества проходит творческий фестиваль. Далее расскажем обо всём подробно. Более 100 человек, порядка 20 единиц техники днём и около 10 машин в ночную смену чистят улицы нашего города от снега. В этом году уборкой дорог на правах субподрядной организации занимается ДЭП. Ежедневно самосвалы и грузовики вывозят на полигон более тысячи кубометров снега. О том, как и по какому графику происходит уборка улиц, расскажем далее. Проезжая часть, стоянки, внутриквартальные проезды, тротуары. При уборке городских улиц – это зона ответственности дорожно-эксплуатационного предприятия. В этом году сотрудники организации убирают снег в здоровье в качестве субподрядной организации. Новый контракт на очистку улиц с 1 января 2020 года выиграла компания «Магистральстрой». Хотя автопарк ДЭП требует обновления, но, как отметил руководитель, техники рабочих рук хватает, чтобы выполнить работу качественным. 80 человек – это у нас дорожный участок, и 12 человек – это эксплуатационный участок. В общем, около 100 человек убирает это только вручную, а плюс еще механизированная уборка. Днем работают около 20 единиц снегоуборочной техники. В ночную смену с 8 вечера до 5 утра 10-12 машин. Если синоптики обещают сильные метели, то количество спецтехники и рабочих в смену увеличивается. Убирают снег с улиц по графику, но после больших снегопадов – в приоритете дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта. У нас есть три – первая, вторая и третья очередь. Это первые идут центральные, проедет маршрута автобусов, а потом уже идут вторая и третья очередь – это тростепенные улицы. Механизированный уборка улиц проходит по графику, за которым можно следить на официальном сайте администрации города или портале «Умный Саров». Специалисты ДЭП напоминают, что парковка на улицах в те дни, когда на них идет уборка, запрещена. Большая проблема – машины стоят в проездах, где мешают уборке. Это стоянки забитые. Если бы убирали, не было машин, то это было гораздо проще, легче убирать улицы и также стоянки. По правилам снег с проезжей части нельзя сваливать на газоны. Смешанный с песком и реагентами, он вредит почве. Как рассказал руководитель ДЭП, в Сарове дороги и тротуары посыпают смесью песка и соли. Но даже этот состав может нанести ущерб экосистеме газонов. Специальной техникой снег убирает и грузит самосвалы, которые потом отвозят тонны грязной массы на полигон. По тысячу с лишним кубов. Вот когда возим 1200-1300 кубов, я один день приведу, там 1228 кубов – это было позавчера вывезли. В дорожно-эксплуатационном предприятии работает горячая телефонная линия, на которую можно обратиться в случае критической ситуации со снегом на каком-либо из участков города. Звонки принимают по телефону 9-92-18. Этот и другие репортажи можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. 574 преступления зарегистрировали на территории Сарова в прошлом году. Меньше стало краж, грабежей и угонов, мошенничества. Увеличена раскрываемость особо тяжких преступлений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Сотрудники полиции сделали акцент на выявлении наркозбытчиков и привлечении их к уголовной ответственности. Только пять преступлений в этой сфере остались нераскрытыми в прошлом году. Подробности далее. Доверие граждан к сотрудникам правопорядка растет. Больше саровчан стали обращаться в полицию с сообщениями о правонарушениях. На территории города снижается количество преступлений, а их раскрываемость увеличивается. В конце 2018-го, начале 2019-го года мы задержали и привлекли к уголовной ответственности ряд лиц, которые делали погоду на территории города. В настоящее время они находятся в местах лишения свободы. Первое. Второе. Более жестко стали подходить ко всем преступлениям. Практически все преступления у нас возбуждаются уголовные дела в дежурные сутки. И с первых минут, когда гражданин обратился, начинается работа по данным преступлениям. Полицейские усилили профилактическую работу. Благодаря этому удалось снизить количество преступлений, совершенных ранее судимыми или несовершеннолетними саровчанами. Меньше стало правонарушений, на которые пошли граждане в состоянии алкогольного опьянения. Имеем положительные тенденции в раскрытии преступлений по линии закона оборот наркотиков. Больше привлечено лиц наркоманов к административной ответственности. Могу сказать, что количество зарегистрированных преступлений на территории и количество раскрытых преступлений, преступность на территории Затусаров в два раза меньше, чем преступность на территории Нижегородской области. Также Андрей Чернышов рассказал о работе по борьбе с распространением СНЮСов, которые проводит его ведомство. Много несовершеннолетних в Нижегородской области обратились за помощью к медикам после употребления этих препаратов. В том числе один подобный случай произошел в Сарове. С 1 января продажу без табачной продукции, содержащей никотин, запретили в нашем регионе. Мы установили такие факты и в рамках обыска изъяли все это на картины, содержащую продукцию во всех магазинах на территории города Саров. В настоящее время информации, что это ее реализуют, нет. Если такая информация есть, мы готовы позвонить, мы приедем и все изымим. Также ведется работа по борьбе с уличными хулиганами, которые разрисовывают или портят городское имущество. Периодически полицейские привлекают виновных к ответственности. Почти 2,5 тысячи нижегородцев зарегистрировались в качестве самозанятых. Напомним, с этого года в регионе начал работу специальный режим «Налог на профессиональный доход». Он позволяет гражданам регистрироваться в качестве предпринимателей и платить налоги по льготной ставке от 4 до 6% при определенных условиях. О преимуществах этого налогового режима и статистики по Сарову расскажем в ближайших выпусках новостей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В этом году в Сарове отремонтируют 8 домов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации. Согласно документу, работу проведут в рамках региональной программы капитального ремонта общедомового имущества. Половина зданий из этого списка расположена на улице Некрасова. Это дома номер 9, 11, 13 и 15, где заменят лифты. Также новые подъемники установят на Симашко 4, 8. Более серьезный ремонт ожидает дома по адресам Фрунзе 13, где отремонтируют коммуникации, и при вокзале 15. Там обновят фасад, фундамент и крышу. В Сарове вновь разыграют спортивные гранты. На финансовую поддержку могут рассчитывать социально ориентированные некоммерческие организации, которые занимаются развитием физической культуры и игровых дисциплин. Заявки на участие в конкурсе грантов начнут принимать 3 февраля в 234 кабинете городской администрации. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 40. 1 февраля в Сарове пройдет день встречи выпускников. Традиция проводить такие вечера сложилась много лет назад. Каждую первую субботу февраля российская школа открывает свои двери для всех, кто хотел бы встретиться с одноклассниками и любимыми учителями. О времени и месте проведения встречи выпускников можно узнать на официальных сайтах школ города. Получать пособие на первого ребенка теперь можно до исполнения ему 3 лет. В январе вступили в силу изменения в федеральном и региональном законодательствах по мерам социальной поддержки. Претендовать на ежемесячные денежные выплаты смогут семьи, чей среднедушевой доход ниже 22 496 рублей. Подробности в следующем репортаже. С 1 января этого года некоторые региональные социальные пособия проиндексированы на 4%. Это касается в том числе выплат многодетным семьям на питание и проезд детей в общественном транспорте. Внесены изменения в закон о выплатах при рождении первого ребенка. Речь идет о детях, которые родились с 1 января 2018 года. Деньги выплачивали до полутора лет. Теперь пособия будут предоставлять до достижения ребенком трех лет. Если вот ребенок родился с 1 января 2018 года, и полтора года ему исполнилось уже в июле 2019 года, и мы выплаты эти прекратили, так вот я обращаю особое внимание, те, кому выплаты прекращены в связи с достижением полутора лет, необходимо обратиться в Управление социальной защиты для выяснения, имеют ли они право для восстановления этих выплат. Выплаты назначают, исходя из дохода. Ранее средства выделяли при условии, что среднедушевой доход семьи за предшествующий обращению год не превышал 15 463 рублей. С 1 января эта сумма составляет 22 496 рублей. Каждый год семьям, получающим эту соцподдержку, нужно подтверждать соответствие критериям. Также произошли изменения, касающиеся выплат на третьего ребенка. При рождении третьего ребенка мы выплачивали пособие в размере 9 тысяч 9 рублей. А вот с 1 января 2020 года размер этот 9 355 рублей составляет. И также критерием стал доход 22 496 рублей. А до этого это было 30 тысяч. 30 тысяч было у нас 741 рубль. При рождении или усыновлении четвертого и последующего детей пособие назначат при условии, что ранняя семья этим правом не воспользовалась. Меры социальной поддержки предоставляют со дня обращения. Есть изменения для ветеранов труда и ветеранов труда Нижегородской области. Изменен критерий нуждаемости. Сейчас он составляет 23 736 рублей. Граждане, чей доход ниже этой величины, получат 50-процентную компенсацию при оплате услуг ЖКХ. Это произойдет автоматически. Узнать подробную информацию о выплатах, которые выделяют разным категориям граждан, по линии соцзащиты можно по телефону 98 126. Полностью интервью Натальи Тимченко. Смотрите в эфире телеканала Саров-24. На сцене Дворца детского творчества выступили певцы, военные врачи и ткачи. В рамках проекта «Театральный марафон профессий» школьники, воспитанники детских садов и их родители представили на суд жюри тематические спектакли. За победу в четвертом городском конкурсе боролись 15 команд. Восторженная тишина, смущенные улыбки, красочные костюмы и реквизит. Бурные аплодисменты из зала. Во Дворце детского творчества стартовал финальный показ театрального марафона профессий. В этом году он проходит в четвертый раз. Для участия в темпе малыши из детских садов и школьники из начальных классов вместе со своими родителями готовили красочные выступления. Вообще хотелось, чтобы дети с родителями вместе придумали какой-то сценарий, обсудили особенности той или иной профессии, показали интересную ее на сцене и почувствовали себя в роли актеров, то есть познакомились и с театральными профессиями и представили какие-то другие профессии. Всего участие в конкурсе принимало 15 команд. Основной состав участников – дошкольники. На подготовку к выступлению отводилось чуть больше двух месяцев. Необходимо было показать особенности той или иной профессии, используя при этом орудие труда. Причем и профессию, и предмет определяли в ходе жеребьевки в декабре прошлого года. В этом году мы пошли на эксперимент. У нас сначала была жеребьевка, в которой выбрали профессию, и предмет, который нужно обязательно использовать при показе. То есть это либо орудие труда, либо инструмент, с помощью которого тот или иной мастер работает. И были некоторые сочетания, на первый взгляд, кажущиеся странными. Ну, например, мастер по керамике – перескоп. Затем настало время написания сценария. Подготовки реквизита и репетиций на домашних площадках, в актовых залах, в детских садах и в школах. 2020 год народного творчества, памяти и славы, и в том числе год отца. Все это удивительным образом нашло отражение в номерах участников. На суд жюри представили военные профессии, где мужская роль неоценима, а также ремесленные творческие. Мастер по керамике – художник, эстрадный певец. Декорации и костюмы впечатляли разнообразием. Все это с любовью создавалось руками конкурсантов. Мы тщательно каждый год готовимся, тщательно прорабатываем сценарии. Сценарии у нас авторские, эксклюзивные. В них много очень души, эмоций. Сегодня мы будем мультипликационными героями. Наверное, по костюму вы догадались. Сразу понятно. Любимый детский мультик. Да, это Лунтик. Совместное творчество объединяет и мобилизует семью. Особенно трогательно, когда на одной сцене выступают дети со своими мамами и папами. Юные актеры, врачи, ремесленники, космонавты и солдаты смогли преодолеть волнение и справились с задачей на отлично. Жюри определит победителей и призеров театрального марафона профессий и выберет лучших исполнителей. Церемония награждения состоится 6 февраля во Дворце детского творчества. 50 лет с гитарой в руках. В детской школе искусств прошел сольный концерт Александра Молчана. Программа под названием «От классики до джаза» соединила в себе любимые музыкальные направления педагога эстрадно-джазового отделения. Некоторые композиции были представлены в авторской обработке преподавателя. Подробности в следующем репортаже. Началась музыкальная жизнь Александра Молчана не с гитары, а с аккордеона. Бережно чтя семейные традиции, в детстве он пытался освоить игру на этом народном инструменте. У меня отец играл на аккордеоне, поэтому я, естественно, тоже сначала меня пытались научить на аккордеоне. Но что-то у меня не пошло. Но в то время как раз был ансамбль «Битлз» известный. Естественно, все играют на гитарах. Но я вот как-то втянулся в это. В детской школе искусств Александр Молчан преподает более 20 лет. В эстрадно-джазовом отделении он учит мальчишек и девчонок к игре на гитаре. Сольные концерты дают возможность педагогам продемонстрировать свои творческие способности. В программу выступления Александр включил любимые композиции разных эпох и музыкальных направлений. Во-первых, бах, конечно, перголези Сицилиана. Ну, джазовый «Осенний листь» – это джазовый стандарт. Ну, есть эстрадные такие, самбо, тика-тика. В репертуаре Александра Молчана есть произведения его современников. Одно из них – «Водопад», «Гитарист-виртуоза» Валерия Дидюли. Александр не только исполняет композиции известных музыкантов, но и вносит свои изменения в некоторые из них. В собственной аранжировке он представил зрителям английскую фольклорную песню 16 века «Зеленые рукава». Добавлено басовое соло. И потом там есть такие арпеджио, которые мне бы захотелось ввести просто. Ну, конечно, тема осталась. Вместе с Александром в концерте участвовали его коллеги – преподаватели эстрадно-джазового отделения детской школы искусств. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова